все в этом фартуке хорошо симпатичный нравится и по цвету как бы и по фасону а вот одевать его очень неудобно откровенно говоря между нами девочками очень неудобно одевать фартук мне он нравится я сейчас буду болтыхаться просто и буду пачкаться пачкаться не хочу да всем привет от вашей подруги из баку в котором сегодня как всегда солнечно как всегда ветрено солнечно-ветрено преимущественно а еще сегодня все-таки холодно вышла прошлась посмотрела по цветочкам своим пока прогулялась еще утром пока поливала холодно-холодно пошло вот это понижение температуры не знаю почему не знаю зачем я пошумлю немного после завтрака осталась посуда помытая ой как у меня там видно какой у меня там бардачок очень долго у меня в этом шкафчике держался порядок а потом бабах то мне одно кофе нужно купить то второе нужно попробовать то третье то еще чего-то и вот у меня так одно на другое одно на другое у меня там теперь бардак отлично кстати всем добро пожаловать на новый влог рада всех видеть на своем канале спасибо вам за лайки я знаю что вы не забывайте мне их ставить а поэтому мы с вами идем вперед что очень хорошо для нас мы с вами продвигаемся желаю вам крепкого здоровья всех благ мир вашему дому пусть вас будет все просто замечательно а с каждым днем все лучше и лучше я на кухне на том месте где вы привыкли меня видеть что я сейчас хочу делать так во первых у меня здесь кое-что надо помыть потому что я перекусывала вот достала свой корнюшон с утра из морозильника но он разморозился но почти но ничего страшного я сейчас по крайней мере он разморозился для того чтобы его можно было полезеть на кусочки я сейчас его нарежу и знаете что хочу а я хочу его с луком то зажарить а еще хочу я гречку соскучилась по гречке давно давно да мы с вами гречку не варили правильно вот так что так я буду мою посуду домываю здесь чуть-чуть совсем немного и мы с вами готовим корочку я сделаю я ее просто зажарю с лучком но это корнишончик вы так вы знаете как он увидел эту как называется газ увидел в этом сковородку скаленную виделку и уже готов он уже зажарился очень вкусный мне нравится я тогда вам нажаловалась когда покупала предыдущий раз такой корнишон цыпленка нажаловалась что вот стали плохо чистить а в этот раз я пришла они такие все почищенные так стало приятно нет я конечно не говорю что тут это менеджеры магазина браво сидят и смотрят мой канал хотя вы знаете на самом деле они просматривают всегда обзоры с магазинов это я точно знаю а знаете почему потому что они ловят вот этот вот момент что блогер вещает плане того что он покупает на что он делай ставить приоритеты да и каких фирм я эту тему тоже честно говоря поняла ну если так то они конечно молодцы если это только так все им хорошо бы прислушиваться к блогерам потому что все таки мы же с вами как делимся те ну своим опытом тем что мы покупаем в магазинах мы вам рассказываем вы кстати нам рассказываете вот недавно мне кто не дал вам по моему написал он там по поводу масло да она говорит вашего производства но вместо его производство такое масло я покупаю спрашиваю у меня нашего производства честно говоря не покупаю вот я только от гаймах взяла вот этот вот топленое масло на нем готовлю но а сливочное масло не я раньше покупала простоквашина сливочное масло но она у нас ушло с полок вот он стала покупать брест литовск после простоквашина брест литовск вроде хорошее масло неплохое правда один раз у меня с ним был негативный опыт я вам показывал я вскрыла и она была все это сгнившая так вообще не понимаю как то есть это снаружи не видно было вот внутри она была сгнившая и и сейчас я просто была когда в маркете в своем соседнем там не было брест литовск там улыбали а то есть если нет брест литовске я беру валию вот и я поэтому не беру почему я не беру нашего производства я не знаю но не беру просто не знаю вот сыр наш я люблю молоко от гаймах очень вкусно и сливки очень вкусные ну вот масло нет так убираем чайник меня там плохо сжигаться почему так и мимо может этот кремнии там как-то не с первого раза не бывает так что с первого раза бывает так что нет я вот так подумала что я буду готовить в маленькой сковородке слушайте а я это помещу сюда а почему не помещу помещу я сначала лук поджарю потом эту курочку поджарю потом у нее лук отправлю так и сделаю завтра мы натерли лыжи поехать в кусары вот дай бог чтобы все было хорошо наши планы осуществились правда посмотрели погоду в кусарах а там все три дня дождей пятница суббота и воскресенье что за звуки пятница суббота воскресенье дожди деревню гадюкино смоет вот не знаю посмотрим поедем подышим свежим воздухом соскучились ссылочкой пообщаемся надеюсь что она нам будет рада и воздухом заодно подышим посиделки девичьи будем устраивать и вы к нам подключитесь конечно а как же а как же знаете недавно мне пришел такой вопрос под видео где это видео на самом деле был очень давно где я меня как-то спросили почему так получилось что ваши подруги подруги взрослые и то есть взрослее меня и я отвечала как раз в этом влоге на этот вопрос и там мне значит прилетает комментарий вопрос в комментарии сейчас я точно процитировать не смогу там знаете как зритель или зрительница я не знаю и ник там выходят какие-то просто буквы латинские буквы какой-то такой ряд латинских букв я не знаю и значит ставится такой вопрос ну вот вы много ездите много путешествуете вместе вместе где бываете то по ресторанам то там в кафе допустим да вот и на выездах бываете как у вас ставится вопрос господи понравился на самом деле как у вас ставится вопрос оплаты у вас немецкий счет или как-то так сегодня один одна заплатила завтра другая заплатила знаете у нас вообще откровенно говоря раньше было так кто-то один платит сегодня одна завтра другая раньше это было так ну от того что это было так честно говоря были неудобства в каком плане когда начинает например в кафе подходить с счетом который мы попросили заведомо официант у нас за столом начиналась драка кто будет платить это доходило до такого маразма это было уже так стыдно потому что официант стоит глупый глазами на нас а мы тут нет я заплатила нет я в общем это было очень некрасиво потом мы положили этому конец чтобы так не позориться перед людьми мы что стали делать у нас есть такой фонд называется лягушки-путешественницы у нас и в ватсапе своя группа есть вот в которой и Дианка тоже состоит несмотря на то что она живет сейчас в Америке но она в этой группе состоит естественно и понятное дело что за всеми передвижениями нашими она следит ну вот у нас и кошелек есть такой маленький я специально завела кошелек кстати кассир я если что завела маленький такой кошелечек и в этот кошелек мы скидываем денежки вот для наших поездок ну например допустим если мы знаем что мы поедем куда-то где у нас будут большие расходы мы складываемся так ощутимо да и потом уже я из этого кошелька везде рассчитываюсь ну например когда мы отель снимаем допустим там номера или коттеджи когда мы ходим например в рестораны то мы приблизительно знаем сколько это может обойтись точно так же в эту кубышку мы закидываем деньги конечно после каждого такого похода после допустим такой поездки у нас могут деньги в нашей кубышке остаться и это очень хорошо мы этому радуемся что мы хоть какую-то часть оставили они все потратили ну потом просто туда докладываем мы во-первых очень часто ездим в белья и преимущественно ездим туда на такси и деньги идут в основном идут как раз таки из из кассы вот за такси туда такси обратно там посидели в шаурме там где-то еще чай попили то есть вот расходы мы оплачиваем таким образом и знаете это на самом деле стало очень удобно никто не задумывается ни над чем никого ни к чему это не обязывает никто себя неловко не чувствует в этот момент просто сложили деньги или и все ну например когда мы в шумаху ездим мы где-то вот так вот монатов допустим 150 складываемся да потом если не хватает то еще докладываем почему потому что там и нужно отель оплатить и где-то мы кушаем я в общем всегда веду счет я всегда говорю так девочки осталось столько-то собираем кассир слежу за деньгами они мне например говорят ну что руки складываться надо я буду смотрите деньги пока есть вот деньги столько-то у нас тут сейчас в кошельке так что вот разногласий никаких нету мы все это дело тщательно ведем нам нравится так пока лук у меня поджаривается я сейчас этот корнюшон нарежу и еще знаете что хочу сказать у меня ну так как я с вами поделилась новостью что я так как бы по первому так я за временем просто слежу смотрю я сейчас буду болтать все это делать медленно а потом останусь без обиды мне надо будет уже начать работать да о чем я а ну вот мне стали в приходить еще комментарии знаете какого рода это некоторые меня отговаривают от приобретения собаки говорят что дома будет пахнуть псиной что хорошего в этом мало что вот любите ездить честно говоря вы знаете я обо всем этом думаю поверьте я себя морально готовлю знаете у меня настолько крепко желание настолько велико желание что ли завести друга да вот питомца домашнего я знаю что во многом он свяжет меня по рукам и ногам мой новый дружок но при этом вот честное слово поверьте да мое желание завести собаку никуда не девается вот правда я я думаю я действительно думаю мне например мои девочки тоже говорят смотри рубля ведь не всякий отель примет тебя с собакой будут трудности с тем чтобы снять отель вообще чтобы поехать это вопрос сложным правда вам скажу для меня это вопрос сложный когда я люблю ездить когда я люблю путешествовать для меня конечно это номер один я помню что когда меня спросили почему вы не заведете питомца я сказала что вы знаете если завести питомца в связи с тем что я достаточно мобильный человек мне придется отдавать его на передержку кого-то просить смотреть за моей собачкой я не могу потому что ну как бы людей ты связываешь тоже получается по рукам и ногам ты их обязываешь к тому чтобы ну то есть ты отнимаешь у них их личное свободное время это тоже не есть хорошо сейчас я масло возьму добавлю растительного в лук немного вот для этого есть для этого есть профессиональные услуги я рассчитываю на эти профессиональные услуги тяжело правда я еще тогда даже в ролике сказала когда отвечала на этот вопрос сказала что для меня это очень тяжелый момент потому что я буду ну это мое отношение я буду чувствовать себя что-ли предателем что ты оставляешь своего друга и ты едешь вот на этот отдых почему он должен тебя ждать сидеть дома знаете как мне от этого тяжело я я не знаю поверите вы или нет но это единственное что меня на самом деле немножко пугает но решение принято я уже договорилась и я даже уже оставила задаток щеночку быть другу быть а значит я свою жизнь должна пересмотреть свой образ жизни должна пересмотреть и в этом случае четко для себя решить если поездка допустим да на 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 долгий срок например там на неделю на две недели предположим захотел я в какой-нибудь санаторий поехать там отдохнуть подлечиться то значит это будет передержка если это не на долгий срок не ну не обязательно санаторий не могу куда-то поехать и погулять уже на длительное время если это не на долгий срок то хорошо когда есть машина и ты со своим другом можешь или подругой там зависит от того кто мальчик девочка ты можешь поехать вместе и есть у нас возможность снимать такие дома я не знаю где можно оставаться со своими питомцами со своими животными вот тяжело я даже начинаю об этом говорить мне очень тяжело но это не значит что у меня пропадает желание завести собаку нет желание вообще не пропадает я себя готовлю я вчера например до поздней ночи когда сидела и листала ince как нужно воспитывать что для этого нужно какие условия нужно создавать к чему вообще себя готовить что это для хозяев такое будет это не просто а поначалу это вообще будет что мне нужно воспитать воспитывать а это то мой cementer уже устоялся И вот чтобы мы с ним мирно существовали, чтобы мы дружили, чтобы мы вообще жили мирно, нужно, чтобы мы друг к другу именно привыкли. А вот это вот этап притирки, он самый тяжелый. И мне нужно не допустить ошибки, понимаете, ошибок не допустить, чтобы как бы я должна показать ему, что хозяин-то в доме я, и я тебе позволила жить в моем доме, но потому что я этого очень не хочу. То есть ты желанный гость в этом доме и становишься членом моей семьи, ты становишься... Хочу так, знаете, как я про котенка говорю, дочкиного, я говорю, это твой папа, это твой мама, да, ну я на зяте, когда показываю, говорю, это папа, на дочку, когда показываю, говорю, это мама. И хочу, чтобы вот у моего щеночка я была вот мама. Хочется. Ну вот хочется, правда. По всей видимости, я, наверное, вот сейчас дошла до этого момента, когда я понимаю, что это, вот это мне нужно, вот это мне очень нужно. Значит, я здесь у себя уже переработала ту мысль, что, скорее всего, наверное, от каких-то поездок я могу легко отказаться. Почему? Потому что у меня рядом-то живое существо будет, с которым я буду выходить, я буду гулять, я очень надеюсь. Я этого хочу. Самое главное, что я этого хочу. Поэтому там уже пошла такая волна отговаривать меня, а нужно ли мне действительно это, может быть, хорошо подумайте. Я подумала. Я из тех типов людей, которые очень долго принимают решения, вот очень долго, могут переживать, я не знаю, могут страдать по этому поводу, метаться оттуда сюда. Но если решение принято, то уже все, назад, пути нет. Вот я из той оперы, товарищ. Курочку я уже перевернула и хочу сейчас подсолить немножко сверху, чуть-чуть, потому что у меня лучок-то тоже, я подсаливала его, по-моему. Если я, конечно, помню, ой, что-то с памятью моей стало. Теперь, что я делаю, я просто вот так выкладываю поверх лук. Некоторое время, знаете, так попарю, чуть-чуть попарю. Лук-то уже прожаренный. Так распределю. Все. Вот мне так очень нравится. И еще бы прошу сюда, конечно, какой-нибудь бульончик, но у меня его нет. Так, сделаем совсем тихий огонь. Все, совсем тихий. И оставляем вот так вот. Все. Будет дотушиваться, что у меня тут. Я еще, кстати, за кадром поставила гречку. Варится. Гречечка уже почти готова. Ну все, у меня еще каких-то минут 10-15 уже обед готов. И как раз время обеда будет. Добавим чуть-чуть воды. Все. Пусть допаривается. Обед у меня готов. Я уже себе в тарелочку, в мисочку, этот лучок, выложила гречечку. Вот. Курочку несколько кусочков. Так, лучок. Ой, люблю так я это делаю. У меня здесь маслины. Я их уже добиваю, вот эти турецкие, жирные, которые. И такая тарелка. Козья тарелка. Как мне Марина вчера напомнила, говорит, а мне больше нравилось, когда ты эту тарелку называла козьей. Вот у меня сейчас точно козья тарелка. Сложная зелень до капуста. Вот. У меня айсберг. Обязательно поем сельдерей. Очень мне нравится. Руклу доедаю. Она у меня уже подведает. Ну, в смысле, вянет. Вот и один огурчик. Вот козья тарелка. Гречка с курочкой. С тепленком, пережаренным в луке. И вот маслинки. Все. Ой, мне ж приятного аппетита. И всем, кто со столом, тоже приятного аппетита. Ну вот. The best chef. Вы вызывали этого лучшего шеф-повара, да? Все гениальное просто. И простая еда, она самая вкусная. Традиционная. Самая вкусная. Я в этом убеждаюсь каждый раз. Хочется, конечно, попробовать чего-то нового. Но когда ты это новое попробуешь, ты больше ценишь старое. К чему ты так привыкла? Вот. Хочу закончить сегодняшний влог. Да, он опять у нас получился такой болтологический. Но потому что мне прилетают вопросы. И на них нужно отвечать. А иначе я потом их куда-нибудь заброшу туда, куда-то далеко. И про них забуду. А так нельзя. Поэтому я рада вообще общению с вами. Я рада, что вы задаете мне вопросы. Я рада, что вы участвуете в жизни моего канала. Нашего канала. Что мы его с вами вместе продвигаем. Мы вообще умнички с вами. Кто молодец? Мы молодец. А с вами была ваша подруга из Баку. До скорой встречи. Увидимся в следующем влоге. И всем... Я всех крепко обняла. И всем пока-пока. Я такая голодная. Я кушать хочу, правда. У меня час и работа. Так что я час расслабляюсь. Спасибо. 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 Продолжение следует...